Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Fallout 4. Ну что ж, довольно большой у нас был перерыв, примерно неделю не выходила новая серия, примерно неделю эту игру не записывал. Мы, собственно, двигаемся по квесту Кейта, находимся в убежище номер 95, и оно реально очень-очень-очень сука потное. Об этом даже подписчики писали в комментариях, кто проходил игру, говорят, типа да, реально тут просто такая жопа боль, самый запоминающийся бой за всю игру. Ну не знаю, так ли это или не так, но пока что, наверное, да, пока что, наверное, так оно и есть, самый запоминающийся, самый потный бой. Ну что ж, погнали потихонечку, врагов тут явно еще осталось до хрена, я уже начинаю путать кнопки, потому что давненько не играл. Ты смотри, психа, винт, охереть, что-то только нет, зачем мы берем щеночка с наркотой? Если только... О, вот так, вот зверя. Опять эксперименты. Да, да, родная. Именно так. Опять эксперименты. Водочка. Брось этот мусор, только зря мучаешься. Психа. Психа. Ментанты Баффаут. Опять выключил фонарик вместо того, чтобы встать. Так, виски, водка не нужна. Ну про эксперименты мы читали пошлой серии, что они, собственно, хотели сделать, и то, что они здесь сделали. Это, на самом деле, реально чудовищный эксперимент. То есть, собрать одного убирающих, типа, всех наркоманов, сначала обратить у них наркотики, пускай они тут грызут другую глотки без наркоты от ломки. А потом, когда у них пройдет ломка, типа, они вернутся к нормальной жизни, то есть, типа, бросить наркотики. Второй открыть им тайник с наркотиками большой. В общем, жесть. Смотри, что у нас там по... Блин, да всем путаю кнопки. Господи, боже мой, что у нас там вообще? Кальтокрысия болезни меня очков здоровья именно здесь. Надо будет вылечиться у доктора. Ну это ладно, это мы еще успеем. Что у нас по весу? В принципе, более-менее, пока терпимо. Так, местный туалет. О, бедолага, откинулся. Психа. Парочку вмазался и отъехал в мир иной. Ну что ж, туда моя дорога. Тут, вроде как, больше... Угу, двойные деньги еще здесь есть. И вроде как, больше все, больше ничего тут интересного я не вижу. Или нет? Подожди-ка, все-таки кое-что еще есть. Бафаут, Мед Икс, стимулятор и еще один бафаут. Неплохо, в целом неплохо, чуть было мимо не прошел. Так, вот здесь вот начинается, наверняка жопа боль. Нет, тут еще один туалет, тут еще один туалет. Точнее, душевая. Наручники в душевой, водочка. Все как полагается, короче. Вон тоже чувак с наручниками. Или нет, не наручники, это сливное отверстие. Неважно. Зубная паста. О, семь шпилек в зеркале. И еще шпильки антирадин. Блин, случайно взял половник вместо, блин, вместо бафаута. Ну ладно, будет половник еще поделать. Так, ну все-то, конечно, здорово, но это... Оф, блин. Я уже стрелять в упор хотел по тебе, ублюдочная. Чего ты так пугаешь-то? Так, это все, конечно, здорово, но тупиковая ветка. Это не то, что я хотел. Туда, куда нужно, мы туда не придем. Отсюда. Но нужно как-то двигаться дальше. Значит, видимо, где-то все-таки здесь. Давайте быстрое сохранение на всякий пожарный. Ну его нахрен. Сами понимаете, место реально опасное. Так, ну враги, по идее, есть, но они все снизу. Ну-ка, что у меня там с бомбами? Есть что-нибудь? Так, креолиатр, осколочная мина. Это все, конечно, здорово, но не совсем то, что я хочу. Нет, по-моему, нету. Нету ничего такого. Ладно. Давайте возьмем правильный ластерин с ним, будет как-то, наверное, поглажи. Ой, не та кнопочка. Реально поток отправления игры. Все забыл. Враги показаны еще ниже, по идее, так что, может, тут, наверное, не особо париться. Давайте все-таки включим подсветку, потому что темновато. Темновато. Стрелок рядовой, а еще один стрелок. Давай сначала с стрелком обычным разберемся. Наверное, теперь даже будет много, но тем не менее. Ну да. Не так уж и много, считаю, что я кривой. Ну вы там сами подохните. Вау, ты еще жив? Ну, это ненадолго. Как же ты, говорит, меня бесишь? Это кто сказал-то, собственно? Выходи на честный бой. Ну уж нет, от меня не уйдешь. Ладно, пускай они там пока беседуют с стрелками. Мы-ка пока эту локацию осмотрим. Как будто эту шляпу бы выключить. Которую молниями бьют. Как-то же наверняка можно ее дезактивировать. Ладно, у нас тут есть какие-то безопасные зоны, где особо таком не бьют. Лазерный пистолет. В этот ящик открывается. Винт ментанта в нем. Так, что было у тебя интересного? Батареи разве что. Спокойно, спокойно. Не знаю, на чем я это делаю. Просто пытаюсь что-то найти интересное. Может, что-то тут будет. Но, по-моему, это шляпа. И, по-моему, я сейчас теперь застряну просто-напросто. Вот это будет смешно, конечно. Нет, слава богу, не застрял. Ладно, побегаем. От опасного места. Здравствуй. О, спасибо большое, таинственный незнакомец. Помог прям вообще очень вовремя. Кстати, бил другого, не того, по которому я целился. О, черт. Как три молотого. Надо бы похериться, наверное, пожалуй. Так, хорошо. Один есть. Ну, давай же ты, ну. Готов. Это, говорит, было легко. It was easy. Может быть. Ох, он сзади пришел. Откуда он тут взялся? Неважно. Кританем, пожалуй. Вот так ему, в черепочек. Ну, а остальное, конечно же, в молоко. Короче, иди сюда, ублюдок. Что у тебя было? Боевой карабин оставь себе. Крышки, патроны давай сюда. Ну, в принципе, все, окей. Пистолет-то на самом деле хороший. Реально хороший. Так, дальше крышки, мутофрукт. Я думаю, мы таре 10 штук возьмем. Хотя мутофрукт на самом деле можно было и оставить. Макароны с сыром, собачьи консервы. Не интересно. Далее ты, родная, крышки батареи. Есть такое дело. Что у нас здесь? Я дракулами садуть не возьмем. Где мы, мать, уходим? Я не очень отстреливаю местоположение свое. Но, в общем, не важно. Где-то выберешь 95, а остальное не важно. Я для батареи 9 штук возьмем. А остальное, пожалуй, брать можно и не стоит. Я, конечно, учусь, как и новогодняя елка с этим, блин, фонариком. Но что поделать? Надо. Просто надо. Так, но врагов пока больше не видно. Слышно, правда, радио меня немножко напрягает. Потому что за радио потом приходят правополадатели и делают а-та-та. Я бы его нашел, бы выключил. Вот оно. Отойди, пожалуйста. Да, я радио выключу. Не, реально, вы можете подумать, что я там гоню, что я параноик. Но, на самом деле, так оно и есть. Серьезно, я говорю, что уже не раз влетала на Fallout-проболадателей из-за именно из вонючего радио на фоне. Это так глупо, но оно так и есть. К сожалению. За саундтреки обычные, то есть там музыка во время боя, там музыка на локациях, не влетает. А вот за радиостанции очень даже может быть. Ладно, мы здесь в итоге были уже. Мы сделали круг, получается, вернулись, что ли. Так, я так понимаю. Или я что-то путаю. Оттуда мы только что пришли. Ну, похоже, что да, похоже, что... Ладно, давайте просто изучать локацию, что-то еще есть интересного. Let's rock. Окей, let's go. Let's, мать его, rock. Готово. Череп в дребезге. Чудаж интересного. Батарея, ну и смоленнику можно взять, наверное, тоже. Что-что, повтори, пожалуйста, я не расслышал. Я был занят немного другими вещами. Ладно, неважно. Так, терминал не работает, оно и понятно. Всякие разные подносики. Пробирочки. В общем, по-моему, ничего такого, что бы стоило бы нашего внимания. Окей, дальше еще куда-то пойдем наверх. Слишком дофига есть всяких разных маршрутов. Слишком это убирочек запутано. Похоже, собрание группы психологической помощи проводили в кабинете смотрителя. Сидеть и трепаться о своих проблемах, по-моему, не самое интересное занятие. Может быть, родная, может быть. Так, Boston Bugle. Нет, спасибо. Комод пустой. Пакет для внутреннего внимания. Телемного внимания, смотрите, обязательно посмотрим. Вначале смотрим здесь. Ну, так это явно не работает. Я бы на эти чертовы устойчивые поддержки сокровища мира не пошла. Он, по-моему, главный анонимный наркоман. Так, ладно, вроде тут больше ничего нет, кроме терминала. Давайте-то хотя бы осмотрим терминал. В программе здесь еще есть, собственно, схема убирища. Она нам аномала еще расскажет, а у терминала смотрителя может искать довольно многое. Давайте посмотрим. Итак, заявление смотрителя убирища номер 95. Смотритель убирища 95, избираемое лицо в обязанности которого входит в проведение ежедневных собраний обеспечения и выполнение издентами правил реабилитационной программы Vault-Tec. Смотритель не обладает властными полномочиями, но обязан предоставить помощь жителям. Любые нарушения требуют обеспечения моральной поддержки и позитивного подхода. Резидент убирища номер 95 – это одна семья, разделяющая общий путь. Должная смотрителя не должна мешать развитию выбранного резидента. Выборы будут проводиться раз в год 30 октября. Резиденты в соответствии с правилами программы могут сообщить о своем решении на основе полученных баллов. Дождь, это все, кстати, или может там еще вторая страница была? Нет, это все. Протокол собрания. Дата 23.10.2082. Резидент Майкл выразил желание уменьшить количество собраний, но считает, что наркотическая зависимость больше не предоставляет собой проблему. Резидент Рэндалл напомнил присутствующим, что соблюдение правил программы является условием проживания в убежище. Резидент Патриция выразила сомнения, что Vault-Tec до сих пор существует. Резидент Рэндалл напомнил присутствующим, что мы все наркоманы. Без программы мы сможем снова приобрести вредные привычки. Образило согласие с мнением резидента Рэндалла. Проведено голосование, решением продолжать программу было единогласным. Открыть дверь служебного крыла. Вот это уже любопытно. И что же это такое за дверь, где она открылась? Дверь служебного крыла. Может быть мне все-таки карта подскажет? Так, мы находимся здесь, наверное, в администрации. Получается Атриум, Ресерч, Исследование. Ну, либо Ресерч, либо Квартерс однозначно. То есть, либо направо, либо налево нужно идти. Фиг его поймет, короче. Ладно. В любом случае, двери мы открыли. А это уже само по себе неплохо, по-моему. Я думаю, что нам тупо нужно идти по меточке. Можно и не париться. И, наверное, мы пойдем куда нужно. Это лифт, что ли? Да, это лифт. А куда мы приедем? Ну, ты говоришь, видите, мне что на улицу? Просто очень похоже на то место, где мы заходили. По-моему, мы сейчас приедем реально, наверное, обратно на улицу. Ну, да. Нет, так неинтересно. Так, я не готов. Давай-ка снова вниз. Ох, ты взялась и в другую пушку, наконец-то. У тебя был дробовик, я помню. Довольно долго ты с ним бегал. Открыть я. Какая-то более крутая пушечка. Мне показано прям, как будто бы в лифт. Но это же не так. Но это же не так. Ладно, давайте искать служебное крыло. О, где какая-то дверь открылась, должна открыться была. Надо смотреть. Резиденции. Наверное, вряд ли это здесь. Вот, наверное, ресерч. Ну да, служебное крыло, видите, субтиминал очень сложный. Заблокирован. Соответственно, мне получилось открыть его в кабинете смотрителя. Может, было открыть тут, конечно. Но это было бы очень трудно. Давайте попытаем счастье просто ради прикола. Инхабитанс. Сходство 5. Нифига себе. То есть почти. Почти. Инхабитанс. Что очень похоже на это слово. Да, на самифиг его знает. Может быть, это? Угу, понятно. Отлично. Открыл. Окей. Открыл дверь еще раз. А теперь она точно открылась. Хорошо. Тогда это уже становится более интересным. Так, у вас двое. У вас, конечно, двое. Но у меня есть старый добрый друг-дробовик. Поэтому вряд ли у вас будет много шансов. Ой, черт, Кейт. Ну, какого ты так похожа на рейдера? Потому что рейдеры есть. Наверное, да. И так, кстати, было больно. Можно вам, пожалуйста, уйти от хилица немножко? Я бы был не против, на самом деле. Быстренько стимпак. И быстренько быстрое сохранение. Надо было в кейс, так патронов всадить, а? Так, потом вернемся с золотаем. Начало бьем пацанов. До свидания. До свидания. Еще одного. Остальные, типа, сверху. Хорошо. Поехали, тра. Так. Так. Давайте вернемся, посмотрим, что было у остальных ребят там, которые умерли. Или один там, или два человека погибло. И что вообще есть, в принципе, еще может быть в этом вот месте. Как минимум, два стимулятора. А, это где-то там. Любопытно. Любопытно. Так, а где труп-то был? Подожди, я что-то не очень отстреливаю. Я же тут убил кого-то. Или нет? А, вот же он. Логично. Крышка. Наталья батарея. Ну и, в принципе, все. Ничего такого. Так, давайте тра еще одно быстрое сохранение, чтобы уж наверняка. И погнали дальше. Микроскоп, конечно, хочет, в нем много полезных деталей, но брать не буду. Что за... Вот это устроили. За непонятные вещи. Так, ладно. Кухня вообще такого ощущения нет, что пуста. То есть, как будто бы тут вообще ничего нет. На первый взгляд, по крайней мере, только вонючий кофейник. Всех убить. О, легендарный стрелок там у нас есть, оказывается. Но это хорошо. Легендарный, это интересно. Давайте поставим, может быть, коктейль Молотова сразу против него. Где-то у нас он был. Так, коктейль Молотова. Так уже будет поинтереснее. Ну и, собственно, продолжаем изучать это крыло исследовательское. Тебе, говорит, полный пипец, ты в курсе? А это мы еще посмотрим, родная. А это мы еще посмотрим. Я бы на твоем месте не торопил бы события. И дождался бы встречи со мной. Прежде чем делать такие заявления. Так, там мы были. Тут мы не были. Тут у нас подъем наверх, и там у нас пожидает, что ли, по всему, жопа боль. Ну что же, в принципе, я морально готов к этому. Спасибо за винт. Да, в принципе, погнали, короче. Минус одна. Или не минус? Нет, не минус. Легендарный стрелок, вот он. Мутировал. Давай, сволочь, покажись. Ну? Блин, как мало хп осталось. На самом деле, еще как-то я не уследил за этим мероприятием. Давайте-ка по-быстрому отхеримся. Притом сделаем это с помощью чего-нибудь такого. Ну, вот, например, кстати, было бы неплохо это. И что-нибудь, что не дает радиацию. Например, вот это. Угу, хорошо. И критануть. Шикарно. Легендарный стрелок отъехал. Еще один легендарный, тут два было, оказывается. Готово. Ну что ж, двумя больше, двумя меньше. Давайте обыщем. Боевой карабин, крышка, облученный боевой дробовик. 50% дополнительного урона от радиации. Нифига себе, то есть урон 50 плюс урон 50 от радиации. Вот это, по-моему, пушка пойдет на смену моей, я так полагаю. По сталке, естественно, я прокачаю немножко на верстаке. Так, а у тебя что было? Дуэльная металлическая броня для левой, не знаю, руки или ноги. При падании противнику, сражающемуся в ближнюю бою, вы получаете 10% шанса безоружить его. Да нет, это фигня вообще. Это на продажу явно. Импульсная граната. Красивый яд. Лол. Возьмем. Боевой карабин. Броня у тебя, в принципе, неплохая, но Кейт, по-моему, тоже не хуже, насколько я помню. Так, ладно, продолжаем изучение окрестностей, что мы тут имеем, интересно. Потрепанный планшет, две штуки. Замечательно. Обгорелая книга, тоже прелестно. Изолента. Слышали, кстати, звук турели был. То есть тут явно еще так просто, как кажется, в этом месте. Ну, вроде все обыскал, не знаю, наверняка, конечно, кучу вещей пропускаю, просто из-за своей невнимательности, но стараюсь смотреть везде и всюду. Стараюсь ничего из-за этого не упускать. Наркотиков, конечно, в том, берущий, просто уйма. Просто пруд пруди. Криповенько. Прямо как в фильме Ужаса в каком-то. Я тебя понял. Готово. Так. Вообще даже не бросилось крутить левый стик. Ну, тут только изолента, собственно, и нужна. Главное, чтобы руки не дрожали, да? Ну да. Это, видимо, в этом деле опытная, да? А, подожди, а где турель-то была? Я что-то не очень понимаю. Я бы хотел бы ее просто залутать немного, как бы, если вы не против. Открывай, а где-то огонь, стрелок командира. Ну, открывай. Ладно, хер с ней с турелями, потом разберемся. Так, очередной винт. Письменный стол пустой. Красивая лампа набрать не буду. Шкафчики пусты. На скамейке можно посидеть, не вижу там смысла. На первый взгляд, все. Что у нас здесь есть интересного? Надеюсь, у нас чувак, поехавший от психы. Протворать огонь. Кому ты там говоришь, что это все? Там у тебя какие-то подчиненные еще остались? Я думал, все уже сдохли. И ты одна из последних. Триминал дезинтекционного... Какого там? Подожди. Дезинтекционного, по-моему, да? Еще раз. Да, дезинтекционного отделения. Окей, что мы тут имеем? Дезинтекционное управление дверью. Замечательно. Дверь открытая. Прекрасно. Ох ты мать, вышла. Вышла она тут же. Видите ли, такая вся-вся крутая. Все, по трошке. Ты не против, если я быстренько парочку водичек? Надеюсь, что не против. Ну вот и все. Вот и давай. До свидания. Крышки, потрошки. Неплохой карабин, но нет. Броня. 25-25. Ну-ка, а у тебя кейт какая? Можно мы с тобой поболтаем по-быстрому? Родная, подожди-ка. Эй. Сейчас ты будешь sharing нас с двоих нас. Правда. Что-то я нажал следует. Сожди здесь. Ну ладно, потом возьмем ее. А у нее, подожди, это не та, это не для туловища. А для туловища-то где у тебя? 25-25 против 22-33-15. Ну блин, 33 энергетически. Не, ладно, пускай будет такая. Так, все, погнали, хватит расслабляться. Где там турель была? Понял. Готово. Видимо, это она и есть, комната реабилитации. Ну, в таком случае, я тебя поздравляю, мы пришли. И путь был совсем непростой, могу тебе сказать. Выполнено найти комнату с реабилитацией, поговорить с Кейт. Подождет Кейт. С разговорами сначала дайте осмотреть данную комнату. Я начал думать, что саквояжи метинские, это, оказывается, проигрыватели эти. Как их... Диафильмов, короче. Как же называется? Проекторы, вот. Так. Крышка мина. Лоу, ладно. Видимо, там проходит реабилитация. Надо знать, поболтаем, раз уж она так хочет. Решение моих проблем находится в этой комнате, но я не уверена, что мне стоит этого делать. Мы проделали длинный путь, сейчас не время сдаваться. Знаю, мы жизни искали, чтобы добраться сюда. Но что, если психа – это единственное, благодаря чему я держу себя в руках? Что, если без него у меня раскроются глаза, и мне не понравится, что я увижу? Я ведь не просто так пыталась потупить боль, не хотела смотреть в глаза правде. Пыталась забыться. Я лучше буду хоркать кровью, чем за мной переживать прошлое. Так. Любопытно. Давайте скажем так. Мы вместе справимся с этой болью. Я так многим уже обязан на тебя, а ты все продолжаешь предлагать помощь. Что ж, кто я такая, чтобы отказаться от чедрого предложения? Я пойду и сяду в это кресло, а можешь рубать эту штуку в любой момент. Ну, давай. Так. Сейчас, родная, ты же не против, я по-быстрому посмотрю, что тут вообще есть. Мало ли еще полезного смогу найти. Излечить Кейт от зависимости. Ну что ж, Кейт. Сейчас икс настал. Сейчас есть кое-то токсинов. Пожалуйста, подождите. Все? Пошла жара? Жестко. Жалко, не видно эмоций лица. Она была снять с нее всю эту тему. Ну ладно. Ну что ж, кажется, получилось. Она, по крайней мере, осталась жива. Это уже радует. Все порядка, Кейт? Как тебя чувствуешь? Странно. Я чувствую себя очень-очень странно. Все изменилось. Цвета, звуки, запахи. Я и забыла, что такое бывает. Даже не верится, что получилось. Ломка, боль, да даже сам кайф. Все исчезло. Неужели все это было настолько плохо? Приятно видеть тебя такую. Мне было за тебя страшно. Похоже, не только тебе. У меня так хочется, что Томми с самого начала это планировал. Хитрый старый ублюдок выгнал меня из боевой зоны, чтобы перестал употреблять. И как знал, что ты не поможешь. Видимо, он заметил в тебе что-то такое, что я упустила. Да? И что же? Ты знаешь, о чем я. Послушай, я никогда не забуду, что сегодня произошло. От меня все отвернулись, но тебе это не помешало протянуть мне руку помощи. Я не сильна в благодарностях, так что придется тебе довольствоваться этим. А теперь давай отсюда сваливать, и чем дальше, тем лучше. Благотворное вмешательство. Ну что же, Кейт. Вот и все. Подожди-ка, что такого? Что ты думаешь? Представляешь, каково это быть запертым в этой гробнице? Тут-то мы и поживимся, у Валтекся куда врановал. Ладно, понятно. Ну что же, друзья, на этом, собственно, все. Кейт излечена, и больше нам тут делать не еще. Теперь уже можно отсюда, наконец, выбираться. Что же, давайте так и поступим тогда, пожалуй. Пойдем, наверное, коротким путем. Да, блин. Или не пойдем. Хрен пройдешь так, потому что. Побежали. Больше нам в этом убежище ловить не еще. Может быть, тут, конечно, осталось еще парочка каких-нибудь интересных ништяков. Но, по-моему, отсюда все уже залутали, все двери уже открыли, везде уже были. Кстати, здесь, смотри-ка. Запертая дверь на замок. Ну-ка. ЕС, говорит. Так, и что у нас здесь? Очередной терминал. Давайте попробуем свой использовать, посчитать, что пишут. Управление турелями. Понятно, может быть, их отключить, да? Ну, вот дерьмо-то, а. Увидел бы я раньше эту комнатку. Может быть, все было бы по-другому. Пачки сигарет, всякая фигня. Ладно, в принципе, на этом, кажется, все. Ну что ж, друзья, на этом месяце тогда можно будет заканчивать серию. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте побольшие пальцы вверх. А для вас, игра локомментировала Валда, это была игра Fallout 4 на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok